Ууууу! Если мне не изменяет память, то позиция Бориса Витальевича следующая, что есть формация, где господствующий класс это условно аристократы, есть формация, где господствующий класс капиталисты, и одна сменяет другую, а потом все начинается сначала. По поводу античности. Был ли капитализм в античности? Эта мысль не нова, и она существует с начала 20 века, возможно и раньше. Но для того, чтобы сделать категорическое заключение о том, был ли капитализм в античности, мы должны опираться именно на археологию, а не письменные источники. Почему именно археология? Потому что именно она ответит нам на вопрос о уровне производственных сил, производственных мощностей и существующих производственных отношений. Пока таких крупных исследований нет. Для того, чтобы ответить на вопрос, был ли капитализм в античности категорично, нужно ответить на вопрос, какие были производственные мощности. А на данный момент этого ничего не сделано.